Друзья, всем привет! Сегодня поговорим немножко о каких-то новых работ, каких-то старых и еще кое о чем скажу попозже. Прежде чем начнем, давайте я вам еще раз не продемонстрирую, а анонсирую работу, которая выйдет в пятницу. Все вы ее прекрасно уже слышали. Надеюсь, все ждете. Я очень на это надеюсь. В пятницу выйдет. Так, давайте я вам продемонстрирую новую работу, над которой сейчас активно веду. Нет, секунду, еще. Еще одну вещь я вам хочу показать. Тоже законченная работа. Давненько я вам тоже ее показывал, вот наконец-то тоже закончил. С датами пока, наверное, промолчу. Скорее всего, это будет не на следующей... А, хотя, скорее всего, это будет на следующей как раз неделе. Скорее всего, она выйдет от Апокита, Moving On Stereo называется, извините за мой корявый английский. И вот сейчас у меня новая работа ведется над авторским треком. Это полностью мой трек. Хочу немножечко вам его показать. И... Придумал я такую штуку. Я еще не думал над названием этого трека. И хочу предложить попробовать назвать его вам. Пишите в комментариях после того, как послушаете какой-то кусочек. Если придет вам что-то такое интересное в голову, на ум, пишите в комментариях. Может быть и назовем его вашим предложением. Давайте послушаем вот отсюда, вот примерно. Чуть побольше постараюсь вам показать. И это начало. И сразу давайте вот сюда. Чуть-чуть здесь. Подумайте. Может быть у вас какое-то название приходит в голову. Скорость ап age. Но если вы хотите деться за новой клей. честно говоря мне пока очень нравится я надеюсь что и вам тоже и надеюсь что я его ближайшее время закончу наверное этот трек подпишем ну и будем ждать выхода вот еще одно я вам хотел показать одну работу в далеком далеком 2011 году я писал ремикс на замечательную певицу которую зовут нелли фуртадов их совместный трек с и молодым сайт рай все его прекрасно знаете по всем радио он звучит и до сих пор между тем а так тоже лет восемь если не больше не может даже 9 не вдаваться подробностей так вот я его писал в одиннадцатом году и решил я ну там естественно качество оставлял желать лучшего вот не вижу и решил я его переписать но вот нравится мне эта работа нравится мне сама песня попробую попробую пока я некоторые наброски только сделал но давайте послушаем хотя чуть-чуть возможно сейчас будет а капелла немножечко спешить или опаздывать тут я еще вот только-только-только буквально в общем давайте послушаем и Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот это только первые-первые наброски Попробую я эту тему дальше и развивать И что я хотел сказать еще в этом ролике, друзья Это о самих ремиксах поговорить Я очень часто сталкиваюсь с мнениями Людей, которые не в этой сфере Вообще не как просто, как слушатели обычные Многие даже из вас, наверное Я думаю, что многие, на самом деле, наверное, делятся Даже моя аудитория, наверное, 50 на 50 Кто знает, как эти ремиксы пишутся Кто думает, вот это самое главное ошибочное мнение Многие думают, что диджей берет за основу оригинальный трек Закидывает его там куда-то у себя Кто-то думает даже, что в вертушке Где сводятся два трека На дискотеках, да, или на клубе Закидывает туда этот трек Что-то там делает, что-то там крутит Что-то вертит И бац, и на выходе получается ремикс Нет, такого, в принципе, невозможно Потому что вертушки, в принципе, служат для того, чтобы сводить два трека между собой Один заканчивается, второй начинается Все Так же и в программе То есть, если я закину сюда оригинал И буду тут что-то вертеть, крутить И от этого не родится другая аранжировка Или еще какие-то То есть, весь ремикс пишется с нуля Ну и, естественно, до конца То есть, за основу берется, допустим, просто акапелла Ну вот даже, давайте, Нелли Фортадо Вот поет Тимбелленд Ну и сейчас Нелли Фортадо поет Все, все остальное прописывает сам ремиксер То есть, это, по сути, тот же самый трек Все с нуля Ну, бывают какие-то, да, шаблонные уже наброски Но это в редких случаях так поступают Я так делаю единожды, ну, может, дважды Может быть, трижды Но я так не делаю Я стараюсь писать все с нуля Ну, чтобы и аранжировка была более свежейшим Ну, подсвежее И, как бы, вообще, в принципе Мне не нравятся шаблоны Это не мое, в общем, так Вот от этого я хотел об этом поговорить Извините за мой Избиваюсь Что на самом-то деле ремикс Это та же самая работа В ней столько же должно быть внимания Так и к треку, к авторскому И здесь мы, как бы, ну, как ремиксеры Заложники в чем-то Потому что мы везде в кавычках указаны То есть, все равно Человек, когда услышал какой-то трек Он смотрит на автора Там, ага, вот Нелли Хуртада И, а что там в кавычках написано Ну, редко уже кого интересует Вот об этом я хотел сказать Кто об этом узнал Супер, молодцы, прекрасно Кто не знал, вот наглядно вам показал Бывает за основу берется еще какая-то мелодия Тоже Можно ее самому прописать Можно где-то там скачать эти MIDI-файлы MIDI-файл это такой файл, где Уже подобранная мелодия Ты ее в секвенсер закидываешь И у тебя тут все по нотам само раскладывается Нет, я тоже стараюсь подбирать все сам Мне это интереснее Мне это дает некую тренировку Слуха И вообще, в принципе, мне так интереснее Потому что писать треки И вот так вот шаблоны кидать И накидывать MIDI-файл В принципе, что-то я сделал автор В ровном счете ничего Накидал там своих барабанов Там еще чего-то И на этом все Нет Я не сторонник этого Я пишу все с нуля Спасибо, друзья Не вижу, сколько у нас получилось У меня телефон передает изображение Но когда записывается, он не передает Не вижу, сколько мы записали Но я думаю, что на сегодня хватит Надеюсь, что понравилась моя новая авторская работа Хочу, чтобы вы, ну реально Напишите в комментариях Может быть, какие-то крутые названия Вы мне предложите Я с удовольствием посмотрю И с удовольствием назовем этим именем Если какой-то хороший будет Много-много, если будет вообще, в принципе, комментариев Я буду выделять лайками Кто больше наберет лайков Кто-то, я думаю, что так и назовем Кто-то победит, так скажем Пятница Ждем Наш кавер-версию на песню Хаги Ван Следующая неделя, скорее всего, выйдет Пакита Но буду вас держать в курсе По новому треку Как закончу Как подпишем Как назовем Так и выпустим Спасибо, друзья Подписывайтесь на этот канал Добавляйтесь в друзья Вы смотрите еще в группе Добавляйтесь в группу Скидывайте донаты Кому сколько мне жалко Можете обращаться к мне по минусам каким-то Кому-то надо на заказ что-то написать Пожалуйста, обращайтесь Можете писать на почту Она указана в группе Можете писать в личку Всем отвечу Друзья, всех приму Всем спасибо Всем пока